Дорогой! Я здесь родился, в известном смысле. И этот факт для всех, для нас удача. У нас на сцене Аванесян. Карель! Покупайте арбузы, чтоб жить весело было. Да здравствует жизнь и её последствия. Я каждый год здесь арбузы продаю. Меня все знают, почему голову щупаю. Да, один покупатель предложил в дурака сыграть. Ну, сказал, кто проиграет, того ягодой по голове. Столько лет торгую, не знал, что арбуз тоже ягода. Вот все кричат, кризис, кризис. А вот арбуз всё равно хорошо идёт. Почему? Потому что очень полезная вещь. Я читал, недавно соревнование было, кто больше арбузов съест. В финале наш товарищ Чукотки американца победил. Нет, арбуза не кушали одинаково, по 10 штук. Но наш съел вместе с корками. Поступайте арбузы, чтоб жить весело было. Вот в этом доме одна семейная пара живёт. Говорят, мы идём в ногу со временем. У них сын родился, назвали кризис. Я говорю, слушай, ребёнок вырастет, как с таким именем жениться будет? Они говорят, не волнуйся, мы ему уже невесту нашли. В соседнем подъезде живёт. Зовут инфляция. Эх, покупайте арбузы. Я в этом городе уже давно. Хороший город. Дома большие. Только вот не знаю, почему. Сценки пачкают. Слова разные пишут. Вот, Аня плюс Ваня равняется любовь. Буся плюс Дуся равняется любовь. Скажи, дорогой, вот тебя как зовут, а? Вот как зовут тебя? Иван. Иван, есть, есть, Иван. Вот на соседнем заборе написано. Иван плюс женский общежитие равняется любовь. Эй, молодец. Молодец, если арбуз купишь, жене не скажу. Между прочим, один мужчина вот с этого дома каждый день по два арбуза покупает. Ну, он из интернета узнал, что арбуз для мужчины, ну, как Виагра. Он вчера девушку пригласил, два арбуза купил, утром спрашивал, ну как? Арбуз кушал? Он говорит, кушал. Я говорю, и как? Он говорит, замечательно. Я говорю, а девушка довольна? А он говорит, не знаю, она не пришла. И что? Ты что? Слушай, мне приятель рассказал, один украинский ученый, как это Мичурин говорил, а? Скрестил арбуз свиным салом. Шикарный арбуз получился. Гладкий, жирный. Правда, когда режешь, немножко хрюкает. Конечно, арбуз хорошо, приятно продавать, но очень опасно. С чиновниками трудно договориться. Слушай, говорю, регистрации дай, разрешение на торговлю дай, общежитие дай. Без этого бесполезно. Я говорю, слушай, я говорю, газеты писать буду. Ты знаешь, что такое борьба с коррупцией? Он говорит, конечно, знаю. Это когда ты со мной борешься, и тебе за это ничего не будет. Ни регистрации, ни разрешения, ни общежитие. Надоело угол снимать. Решил, ну, жену найти. Здесь рядом брачные конторы есть. Пошел, слушай, это объявление читал, с ума сойти, что пишет, а? Одинокая женщина познакомится с одиноким мужчиной для создания одиноких ребёнок. Слушай, зачем мне одинокий ребёнок? Я много ребёнок хочу. А мужчины что пишут? Старый лисий импотент доставит удовольствие женщине тем, как он делает пельмени. Но мне больше вот это объявление понравилось. Шикарное объявление написано. Выйду замуж за любого. Николая Петровича не предлагать. Ну, короче, позвонили, встретился, заказал свадьбу. Всё же отлично. Какие-то мужики подходят. Слушай, говорит, у нас такой обряд есть. Мы должны твою невесту украсть. Я говорю, ты что? Слушай, мне такой обряд не нравится. Хотите украсть? Украдите лучше тёщу. Они обрадовались, говорит. Какое хорошее обычае, говорит. И украли тёщу. Я выкуп платил. Тёща возвращаться не хочет. Ей там понравилось. Ай, забыл самый главный сказать. Недавно у меня дочка родилась. Сейчас модно так, да? Я двойное имя ей давал. Двойное имя. Гюльчатай-Наташа. Ну, это мои любимые женщины. Гюльчатай, это моя мама. А Наташа, начальник налоговой инспекции. Пока с вами разговаривал. Все арбузы продал. Один остался. Никто не купит, а? Хороший, красный. Сейчас скажу. Очень такой. Слушай, килограмм восемь будет, а? Эх, даром отдаю. Кушай на здоровье! Вот так! Аплодисменты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова